Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Михеева Мария и добро пожаловать на мой канал о творчестве и скрапбукинге. Я думаю, многие видели в моих работах вот такие вот вязаные цветочки. Кроме того, они продаются в моем магазине в таких вот классных наборчиках. И сегодня я расскажу о том, как связать вот такие цветочки. Буду показывать все в деталях, потому что сама я вязать изначально не умела, училась очень медленно и по схемам различным. Я в своем видео постараюсь показать все в мельчайших деталях и достаточно медленно, чтобы вы смогли это повторить. Что нам понадобится для начала? Всего две главные вещи. Это, разумеется, крючочки. У меня два крючка для вязания более крупных и более мелких цветов. Первый-то вот такой, он размером 2. И второй такой вот маленький, он размером 0,9. Я использую их оба, чтобы вязать более крупные и более мелкие цветочки. Сегодня покажу, как вязать обоими из этих крючков. Далее нам понадобится пряжа. У меня это вот такая вот пряжа для более крупных цветов. И нитки ирис для более мелких. Начать, мне кажется, нужно с того, как держать нить. Мы вот берем конец нашей нити, кладем между указательным и средним пальцем, перекидываем и зажимаем между большим и средним пальцем. В таком вот положении мы практически все время находимся в процессе вязания. И сейчас будет та часть, которую я обычно не могла понять, как это делать. Крючок подставим под нитку. Делаем такую вот петельку. Зажимаем между пальцами. Берем нитку и провязываем ее сквозь дырочку. Получилась наша первая воздушная петля, которая у нас является самым-самым началом. Сейчас я распущу ее и покажу это еще раз. Покажу третий раз. Держим нить, крючок, делаем петельку, зажимаем ее и проводим ниточку. Вот получилась наша первая воздушная петля. Теперь нам нужно провязать еще 4 воздушные петли. Для этого мы просто зацепляем ниточку и проводим ее сквозь петельку. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь мы возвращаемся к началу нашего вязания. И в первую петлю провязываем нитку сквозь 2 петли. И делаем одну петлю подъема. Вот у нас получилось наше начальное колечко. Далее я советую вот эту нитку, которая у нас остается, которая нам понадобится в конце, чтобы завязать цветочек, перенести направо, чтобы он нам не мешался. Начинаем вязать наш первый лепесток. Для этого делаем две воздушные петли. Они делаются очень легко и просто. Раз. Два. Теперь начинаем вязать столбики. Столбики вяжутся с накидом. Накид это когда мы делаем вот так. Раз. Провели крючок под ниточку. Это наш накид. Мы будем для маленького цветка вязать с одним накидом. Для больших цветков вяжутся с двумя, тремя и более накидом. Так, начинаем наш столбик. Раз. Сделаем накид. И провязывать мы будем в центр наше цветочка. Вытаскиваем ниточку. И провязываем сквозь две петельки. Раз. Всего сквозь две петельки. Два. Делаем второй так же столбик. Раз. И два. И теперь делаем еще две воздушные петли. То есть мы делаем все симметрично. Немножко подтягиваем. Получается две воздушные петли. Два столбика. Снова две воздушные петли. Последнюю петлю, когда мы сделали, мы проводим крючок в колечко. Достаем ниточку и провязываем две ниточки. Так мы получили готовый один лепесточек. Так мы делаем еще четыре раза. Я покажу в медленном темпе. Раз. Два. Накид. Раз. Ой, не получилось. Когда у меня не получается что-то, я развязываю до уровня, где у меня что-то уже есть. Раз. Два. Накид. Раз. Два. Две воздушные петли. И закрепляем наш цветочек. Второй листик готов. После того, как я делаю каждый листик, я их подтягиваю к первому листику. Далее снова. Раз. Два. Накид. Раз. Два. Два не получилось. Но у меня часто почему-то получается провязывать внутри нитки. Далее снова накид. Раз. Два. Две петли. Два. Так, две петли у нас воздушные есть. Закрепляем наш листик. Раз. Снова две петли. Раз. Два. Столбик. Раз. Аккуратненько. Два. У меня сейчас бывает такое, что спадают петли. Я просто аккуратно возвращаюсь в то место, где закончила. Главное постоянно придерживать, вот большим и средним пальцем постоянно придерживать. Тогда у вас петли никуда не соскочат, и вы сможете в любой момент вернуться на то место, откуда у вас стало не получаться. Так, теперь вяжем последний лепесточек. Раз. Два. Второй накид. Когда мы довязали, нам надо соединить. Когда мы начинали вязать вот здесь, мы сделали одну петлю перед двумя петлями, как раз таки для того, чтобы соединить наш цветочек. Мы берем ниточку и вот так провязываем ее сквозь дверь и делаем еще одну воздушную петлю. Далее мы вытаскиваем ниточку и обрезаем ее. И протягиваем ниточку. Вот у нас получился цветочек, пока он еще не козистый. Чтобы он стал очень красивым, мы делаем следующее. Переворачиваем наизнанку, поправляем все наши лепесточки. Берем ниточки и связываем их. Я связываю на два узла и мне этого обычно вполне хватает. Хорошенько затягиваем и обрезаем ниточки. И вот наш малыш цветочек готов. Мне очень нравится использовать такие цветочки вместе с братцами. Братц вставляет серединку и закрепляет. Например, парит с вот таким вот красным братцем. Цветочек очень мило смотрится. Второй цветочек более мелкий. Делается по той же технологии, что и большой. Поэтому показывать его в талях я не буду. Достаточно близко и хорошо показала первый цветок. Поставлю видео на небольшую скорость. Если вы хотите посмотреть более детально, то тогда просто снизьте скорость в настройках видео и увидите все в более замедленном действии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Готов наш маленький цветочек. Покажу его чуть-чуть поближе. Вот. Он в сравнении с большим цветочком. Я цветочки обожаю, часто использую в своих работах. И теперь вы сможете сделать такие же цветочки и использовать их в своих работах. Кроме вот такого дизайна цветка, Я разработала еще два вот таких. Такие вот цветочки и вот такие. Они вяжутся немного другим способом. Если данное видео вам понравилось и вы хотите узнать, как связать вот такие цветочки, то обязательно оставляйте комментарий под видео. Если пойму, что такие видео вам интересны, то эти цветочки также появятся на моем канале. Хочу сказать, что кроме канала на YouTube, у нас есть еще Instagram канал. Если вы хотите воспользоваться этим мастер-классом, либо воспользоваться какими-то другими мастер-классами, то отмечайте нас на своей фотографии, потому что мне очень интересно смотреть, что же делают мои зрители. В Instagram у нас можно найти по имени Scrap.ru. Это имя моего интернет-магазина. Ссылку на интернет-магазин в группе ВКонтакте я также оставлю. Спасибо всем большое за внимание. Я надеюсь, что данный мастер-класс будет для вас очень полезным. Мы увидимся в следующем видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok